Хайма 3 Китайцы стали выпускать машины под собственным брендом Сейчас китайский концерн имеет два сборочных предприятия Завод по производству двигателей, собственные дизайнерские и исследовательские центры Таким образом, наработками дизайнеров Мазда китайцы пользуются легально Видимо, поэтому дубляж внешности японской матрешки у них получился довольно удачным К тому же в работе художником из Поднебесной помогали итальянские специалисты в области автомобильных дизайнерских разработок из компании Идея Машина вышла с виду попроще Мазды Тройки, но симпатичной и пропорциональной Интерьер Хайма 3 тоже производит хорошее впечатление Впрочем, такое чувство меры и отсутствие кричащей безвкусицы уже традиция для автомобилей этого китайского производителя Более ранние продукты компании Лифан Бриз и Лифан Салана тоже отличаются от своих китайских собратьев сдержанным и приятным стилем В базовой версии Хайма 3 имеет неброскую и практичную тканевую обивку салона и дверей Приборная панель оформлена черным лаком и вставками под алюминий Элементы управления кондиционером, магнитолой и прочим удобны и понятны В более дорогой комплектации будущему владельцу предлагается кожаный салон А в спортивной версии, да, есть и такая Стандартные сидения заменяются на ковши Педали украшаются металлическими накладками и появляется задний спойлер В целом автомобиль собран грамотно Нет крупных зазоров и нестыковок в панелях В салоне отсутствует малоприятный запах дешевых материалов А двери закрываются мягко, без режущего нервы лязга Еще один плюс новинки – очень вместительный багажник 468 литров Открывается он кнопкой салона или ключом Петли крышки сделаны наподобие Ford Focus и не сокращают объем багажного отделения Для еще большей вместительности задние сидения автомобиля складываются в пропорции 60 на 40 Перейдем к технической части Двигатель новинки создан на основе японского агрегата от Mazda 323 16 клапаней к объемам 1,8 с изменяемыми фазами газораспределения Для России его дефорсировали со 122 до 112 лошадей Чтобы автомобиль соответствовал нормам Евро-4 Максимальная скорость автомобиля – 170 км в час Блок управления мотором сделан компанией Bosch Передняя подвеска Макферсон, задняя – многочажка со стабилизатором поперечной устойчивости К слову, ходовая часть настраивалась специалистами из британского Lotus И благодаря грамотным настройкам подвеска прекрасно справляется со всеми дорожными огрехами А вот прохватить за рулем этой машины вряд ли получится При такой плавности хода крены в прохождении поворотов на большой скорости неизбежны Расход топлива вполне умеренный В городском режиме автомобиль потребляет 10 литров на 100 км На трассе не более 6,3 литра Автомобиль предлагается в двух вариантах кузова – хэтчбек и седан Базовая версия Хайма 3 стоит 409 тысяч рублей За эти деньги покупатель получает хорошо укомплектованный седан на механике В базу включены гидроусилитель, кондиционер, автомагнитола, ЭБС и ЕБД Две подушки безопасности для водителя и переднего пассажира Электрозеркала с подогревом, электростеклоподъемники для всех дверей Топовые версии седана и хэтчбека предлагаются и с автоматической коробкой передач Для суперскептически настроенных критиков, помимо утверждения, что Хайма 3 грамотно вписывается в конструкцию, Концепцию соотношения цены и качества Есть еще один аргумент Стоит принять во внимание то, что японцы далеко не дураки Заключать договор о стратегическом партнерстве с компанией без потенциала И официально содействовать выводу на рынок абсолютно провального продукта Не для этого компания Мазда десятилетиями зарабатывала свою репутацию И это уже не первый случай в мировой практике Когда сильный концерн берет под свое крыло более слабую марку И путем внедрения собственного капитала и технологий Выводит производство этой компании на новый уровень Хайма 3 это не бездумная внешняя копия, а грамотный результат сотрудничества Способный выдержать адекватную критику и разумную конкуренцию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok